Российских войск в Украине нет. Это завидным постоянством повторяют и российские пропагандисты, и российские политики, и российские дипломаты. Но весь мир знает, так называемый ветер севера в лице регулярных войск Российской Федерации подул именно в тот момент, когда вооруженные силы Украины почти выдавили террористов с нашей территории. Что же происходило тогда под Иловайском съемочной группе от телекомпании Круг рассказал офицер украинской армии, который был на месте этих трагических событий. Капитан Николай Шулюк ушел на фронт добровольцем еще в августе 2014 года. Принимал участие в боях под Иловайском и Старобешево. На рубеже между Волновахой и поселком Гранитный удалось закрепиться. Сейчас, говорит офицер, наши военнослужащие до сих пор держат этот рубеж. Именно под Иловайском удалось познакомиться с представителями братского народа. Там мы столкнулись с российской батальонно-тактической группой. Лично в боях за Старобешево мы взяли этот город. Затем путем переговоров уже высшего командования, ну, выше нас будем так говорить, мы его оставили. Опять же, по распоряжению командования. Значит, в плен мы захватили четырех человек, россияне, один военнослужащий Российской Федерации. Значит, из Новосибирска, Оренбурга, один из Питера. Несмотря на тяжелые бои, наши солдаты помогали и местным жителям. Впечатления самые разные. Товарищ капитан отмечает, к сожалению, российская пропаганда поработала на славу. Есть люди, которые ждут так называемый русский мир. Но те, кто его таки дождались, уже поняли, ничего хорошего это не сулит. Ну, 50 на 50, будем так говорить, это обработанное российской пропагандой. Село Сарагнатовка, на окраине которого мы стояли и закрепились, в большинстве своем поддерживает все-таки Украину. Я вам скажу, это государство Украина и это наш народ. Офицер говорит, побратимы, с которыми пришлось делить и хлеб, и воду, были готовы воевать. И сейчас, готовы. Потому что напротив, враг, рядящийся в братские народы. Увы о том, что это все-таки враг, а не брат, бойцы поняли, когда пообщались с украинскими военнопленными. То, что это враг, мы видели, мы видели по тем зверстам по отношению к нашим пленным, потому что, ну, мы пленных обменяли, у нас не было никаких, будем так говорить, незаконных действий, каких-то последствий. Наших пленных мы когда поменяли на их, мы видели совершенно людей, которые были на грани психического, ну, срыва и сумасшествия. Поддерживало наших воинов понимание, что народ вместе с армией. Тепловизоры, коллиматоры, приборы ночного видения привозили волонтеры. Все это оборудование спасло немало солдатских жизней. Офицер надеется, что война все-таки закончится. И он дождется в гости тех, с кем пришлось сидеть в окопах и блиндажах. Анатолий Косин, Андрей Терещенко, телекомпания Круг.